Корки граната для лечения желудка Здравствуй, уважаемый читатель, в статье рассмотрим уникальные по составу и характеристикам корки граната, которые содержат много минералов, обеспечивающих ряд лечебных свойств. Не забывайте о возможности оценить материал и подписаться на канал, гранатовые корки в виде настоя употребляют для лечения язвы желудка и других сложных заболеваний, поэтому, когда фрукт съеден, не надо избавляться от корочек, ее следует промыть, высушить и сохранить в бумажном или тканевом мешочке. Гранат и его кожура, чем они полезны? Гранат – фрукт сегодня применяется в косметических целях, входя в состав ряда кремов, а также мази и масел. С его помощью можно избавиться от веснушек и пигментных пятен, сделать красивыми волосы и укрепить ногтевую пластину, разгладить и отбелить кожу. Сам фрукт отличается содержанием микроэлементов, которые помогают, повысить уровень гемоглобина, вылечить кашель. Избавиться от лихорадочного состояния. Использовать продукт для профилактики рака и сердечно-сосудистых болезней. Проводить комплексную терапию почек. Избавиться от потливости стоп. Ликвидировать очаг ощущения тяжести в брюшной полости. Его использовал даже Гиппократ, с его помощью он лечил раны разного происхождения. На них накладывали тряпочки, смоченные в настое сухих корок плода. Их регулярно увлажняли до тех пор, пока рана полностью не затягивалась. Надо сказать, происходило это достаточно быстро. Язва желудка и кожура граната. Наибольшую свою эффективность корки граната проявляют при лечении язвы желудка. Для этого надо прибегнуть к следующей рецептуре приготовления водного настоя. На стакан крутого кипятка нужно взять 10-й год сушеных корок зрелого граната. Их требуется залить кипятком и оставить настаиваться полчаса. Затем напиток готов к употреблению. Причем напиток не следует процеживать. Настаивание продолжается. Принимать водный настой сухих корок фрукта надо каждый день по 6 раз равными порциями. По 25 миллиграммов. Это способствует заживлению эрозийного образования желудочных и кишечных тканей. Первый раз употребляют водный настой свежим, как только он приготовлен. Лучше всего начинать с утра, а последний раз – перед сном. Такая терапия позволяет в сжатые сроки избавиться не только язвы желудка, но и таких болезней, как язва кишечника, колит и дисбактериоз. Дело в том, что во время употребления приготовленного напитка все болезнетворные бактерии в ЖКТ подавляются, а здоровая микрофлора сохраняется, причем она постепенно занимает все пространство. Курс терапии гранатом занимает всего 5 дней, этого достаточно, чтобы забыть о таком заболевании. Чтобы исключить возможность рецидива, спустя 7 дней проводят повторный курс лечения. Важно помнить, что при лечении язвы желудка с помощью граната следует полностью исключить из рациона спиртные напитки, иначе добиться желаемого эффекта вряд ли получится. Чем еще помогут гранатовые корки цедры фрукта помогает лечить сальмонелес и дизентерию, а также холеру, брюшной тиф и острый аппендицит. При таких заболеваниях следует принять примерно половину приготовленной смеси. Если через 10 минут все прошло, значит, было обычное расстройство, которое удалось ликвидировать. Если в ходе лечения лучше не стало, проблемы серьезнее. Желательно после этого оставаться дома, а спустя 3 часа допить оставшийся напиток. Полное избавление от проблемы происходит спустя 5 часов после того, как лечение началось. Прежде чем пить настой из корок плода граната, надо изучить противопоказания, аллергия, болезни печени, заболевания почек. Принимать настой в ходе беременности и в детском возрасте можно лишь в строго ограниченном количестве. Объем народного средства определяется на приеме у врача. Перед использованием граната в лечебных целях следует посоветоваться с врачом на предмет противопоказаний. Так как у этого народного средства их гораздо меньше, чем у медикаментов, поэтому его применение окажет положительное влияние на организм и поможет ему стать здоровым. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.